Здравствуйте! В эфире новости Сарапола, в студии Евгения Якимова. И мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни города. Сарапольский муниципальный фонд развития предпринимательства состоялось заседание первого круглого стола в рамках подготовительного этапа создания центра городского развития. Темой встречи стало взаимодействие градообразующих предприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства города Сарапола. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, сферы бизнеса, руководители Сарапольского радиозавода. Модератором встречи выступил глава города Александр Ессен. Весной этого года мы проводили ряд стратегических сессий по началу действия в городе центра развития городского. И выявили для себя, что у нас нет прямого общения, нет контакта между крупными предприятиями городскими, градообразующими и предпринимателями города. Причем эти идеи высказывали как предприниматели, так и крупные предприятия. И мы решили от слов перейти к делу. И вот эта первая встреча у нас была радиозавода с нашими предпринимателями. В первую очередь для развития кооперации, в первую очередь для того, чтобы установился контакт, нормальный рабочий, где-то даже может быть что-то переросло в дружеские отношения, для того, чтобы наши предприниматели развивались. В ходе работы круглого стола участники обсудили свои ожидания, презентовали возможности. Генеральный директор Сарапольского радиозавода Кирилл Абдрахманов привел в пример успешное сотрудничество с рядом предприятий. Также он сообщил, что готов рассмотреть предложения в части реализации продукции товаров народного потребления, возможность получения товаров и услуг, которые по ценовой политике будут интересны предприятию. С многими малыми предпринимателями среднего и малого бизнеса мы здесь работаем, но еще раз актуализируем моменты. Договорились о том, что и ценовая политика будет устраивающаяся для завода. И в то же время мы на данный момент ищем новые рынки сбыта, точнее рынки по продукцию ТНП. Ищем, и тут уже были предложения. В ближайшее время будем встречаться, обсуждать как раз некие совместные проекты, которые, возможно, в территорию предпринимательского развития войдут. В зале проходила активная дискуссия, обмен мнениями. Многие из собравшихся предлагали идеи для дальнейшего развития города. Очень интересный формат. Очень интересное предложение, что встречается малый бизнес с представителями кухни в бизнесе, потому что в реальной работе мы, в принципе, встретиться нигде так лицо над лицом никогда не сможем. Очень интересно то, что во время подведения итогов многие представители высказали свои идеи, которые я могу, в принципе, потом воплотить в развитие нашего бизнеса. По сообщению главы города, подробного формата встречи, где на одной площадке сразу собираются и руководители крупных городообразующих предприятий, и представители малого и среднего бизнеса, необходимы. Работа в этой области будет продолжена. Завтра, 20 октября, на базе Центра городского развития пройдет встреча с заводом «Эликонт». В выставочном зале детской художественной школы многолюдно. Чувствуется особенная атмосфера. Здесь открылась выставка памяти сарапольской художницы-педагога Галины Дранниковой. В экспозиции 30 авторских работ, выполненных в различной технике и жанровом исполнении. На открытии выставки присутствовали друзья, коллеги и ученики пейзажиста. Сколько ребят сейчас, наверное, благодарны ей за то, что она открыла вот этот замечательный мир, красок, линий, форм. И я думаю, что вот она сейчас с нами рядом. Она понимает, что все не зря, что все кончается, как сказала Ольга Александровна Аросева, а жизнь продолжается. И вот она продолжается сегодня в таком замечательном, красивом месте. Но это святое место для многих сарапольцев, потому что здесь мы работаем душой. Она, наверное, сейчас видит, как много детей пришло, как много взрослых пришло. Сегодня мы с вами, ну не просто вот вспоминаем ее как женщину, педагога, замечательного человека. Вспоминаем про нее как про человека, который украсил собой вот эту жизнь. Закончив художественно-графический факультет Нижне-Тагильского государственного педагогического института, Галина Ивановна 35 лет обучала сарапольских ребят изобразительному искусству и черчению в школе номер 12. Несколько лет Галина Ивановна была руководителем художественной школы. Любимая работа стала и увлечением. В свободное время она писала картины. Темы и сюжеты для своих работ художница находила повсюду. В школе, на улицах, дома, в саду. Замечательный учитель, как она говорила, замечательный еще и практикующий художник. Обычно, когда идешь куда-нибудь, бежишь по коридору, она говорит, стой, посмотри, какая красота за окном. И через некоторое время появляется картина. Школьные пейзажи, ну и то, что нас окружало. Галина Ивановна была классным руководителем класса с углубленным изучением изобразительного искусства. В 90-е годы эти классы участвовали во многих различных республиканских и городских выставках, конкурсах. И чем еще запомнилась Галина Ивановна? Идет педсовет, она рисует портреты, потом раздает коллегу. Вот самые теплые, самые душевные воспоминания и огромные слова благодарности. Влюбленная в искусство, она сумела передать эту любовь и своим воспитанникам. Галина Ивановна была одним из самых лучших учителей нашей школы. Она преподавала нам из ОС 5 класса. Для меня ее преподавание изобразительным искусством очень сильно помогли. Вплоть до того, что я могу выражать свои чувства как на листе, так и в жизни. Она научила нас передавать те самые эмоции, которые человек может испытывать в жизни. На листе, на картоне, какими-то красками, гуашью, акварелью. Она была действительно одним из самых лучших педагогов, наверное, всего Сарапала, всей нашей Удмуртии. Живописная, по-женски мягкие и прозрачная полотна художницы передают ее чувства, мысли и настроения. Вспомнить и насладиться общением с творчеством прекрасного человека Галиной Дранниковой можно по адресу. Улица Труда, дом 3. Гости и жители города могут посетить выставку до 10 ноября. Режим ее работы с 8 до 19 часов ежедневно, кроме воскресенья. Вход для посетителей свободный. Уникальный живой концерт «30 лет вместе» в исполнении дуэта русских авторов-исполнителей Валерия и Вадима Мещуков, участников проекта «Песни нашего века» прошел в нашем городе 12 октября. Местом проведения концертной программы был выбран ресторанно-гостиничный комплекс «Старая башня». Для Мещуков авторская песня – это не только способ исполнения поэтических произведений. Музыка столь же важна, как и добротная поэтическая основа. Вадиму и Валерию повезло нащупать ту грань, когда песни, написанные для себя, становятся близкими и нужными людям совершенно незнакомым и разным. Дуэт постоянно экспериментирует в разных музыкальных направлениях, пытаясь наиболее плотно использовать возможности традиционного для жанра музыкального инструмента акустической гитары, а также включает оригинальные оркестровые аранжировки в свои студийные записи. Литературная основа творчества братьев Мещуков очень разнообразна. В репертуар включены песни на стихи самых разных поэтов – Самойлова, Левитанского, Межерова, Ирентьева, Сухарева, Кинжеева и других. В настоящее время большое место в концертных программах занимают песни, написанные на стихи их близких друзей – Леонида Сергеева и Александра Морозова, а также на стихи одного из братьев – Валерия. Тем не менее, особо хочется отметить музыкальную сторону творчества дуэта – то, что определяет его самобытность, непохожесть на других мастеров жанра. Слушать Мещуков – исключительное удовольствие, утверждают зрители. По информации начальника Управления культуры и молодежной политики города Сарапова Игоря Манылова, состоявшаяся встреча прошла в рамках городского проекта «Экологически чистый концерт», посвященного Году экологии в России. Реализация проекта продолжается. В рамках проекта проходят ряд камерных мероприятий, музыкальной и декоративно-прикладной направленности, но, несомненно, главный вектор этого проекта – это творческие встречи с ведущими, самыми популярными представителями жанра авторской песни. Поскольку мы уверены, что авторская, бардовская песня – это самая искренняя, самая честная и, с вашего позволения, экологически чистая музыка, которая и есть вот в этом обозримом пространстве. В Сарапульском драматическом театре идут последние репетиции перед премьерой спектакля «Трактирщица». Он открывает 106-й театральный сезон. Пьеса достаточно немолодая, ей уже около 200 лет, и очень любопытно будет, как и что изменилось в событиях того времени и как это соприкоснется с нашим временем. Знаменитая комедия «Трактирщица» или «Хозяйка гостиницы» принадлежит к самым совершенным созданиям Карла Гальдони. Фабула пьесы держится на любовном поединке, обнажающем весь кризис взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Одну из главных ролей играет Сергей Дубовиков. Мой персонаж – это просто ненавистник женщин, страшный ненавистник женщин, который никогда не влюблялся, но тут происходит такое чудо, такая ситуация, что все-таки он влюбляется, но и, естественно, как с ним это все происходит, весь этот процесс на протяжении всего спектакля. Новые эксклюзивные декорации, игра «Цвета и света», яркие и фактурные костюмы неожиданно удивят любого зрителя. И это результат серьезного творческого испытания всей труппы театра, а также большой удачи и попадания проекта в программу развития муниципальных театров под эгидой партии «Единая Россия». В начале этого года Сарапульский театр стал участником партпроекта «Единая Россия» «Театры малых городов» и государственной программы развития культуры Министерства культуры Российской Федерации, чему наш театр, конечно, очень рад. Мы очень долго к этому шли, доказывали своим творчеством, своими спектаклями. 600 тысяч выделены по этому трансферу на создание новой постановки, и 3 миллиона 400 выделили на обновление материально-технической базы. Скромно можно сказать, что до этого светотеатрального, профессионального вообще в театре не было. Конечно, случилось самое главное, то, что в театре заменены все коммутации. Это электрика, плюс ко всему поступили новые диммера, это вообще сердце для театра, сердце для света, куда подключаются все фонари, все прожектора. Также у нас закуплен новый пульт, новое оборудование. Это новые прожектора и светодиодные, и ламповые. Ну, все необходимое оборудование, которое позволяет сделать спектакль более выразительным и вывести его еще на более высокий художественный уровень. И хочется поблагодарить всех, кто в этом принимал участие, и Союз театральных деятелей России, и Министерство культуры Российской Федерации, и Удмуртской Республики, потому что от того, как оперативно сработали эти ведомства, и, конечно, администрация города Сарапула, вот все произошло, все произошло вовремя. Мы, как бы, я надеюсь, мы все успеем, все свершится. Есть, конечно, еще сложности до премьеры, но преодолеем. Годом экологии в России объявлен 2017 год. Имеет прямое отношение данная тематика к школе номер 15. На протяжении долгих лет в образовательном учреждении реализовывалась учебная программа «Экология и диалектика». Именно поэтому в школе и по сегодняшний день ведется углубленная работа по двум направлениям экологического профиля. Она реализуется в программах дополнительного образования, лесоводства и цветоводства. В этом году прошел комплекс мероприятий экологической направленности. В самых ярких из них принимали участие ученики инженерного класса. Так, 10 октября ими было посажено 25 яблон. Часть из них разместили возле бюста Алексея Максимовича Горького. В прошлом школа номер 15 носила имя этого известного советского писателя. В следующем году исполняется 150 лет со дня его рождения. Сделали много хороших, добрых дел не только для школы, но и для города. Замечательный цветник в виде осьминога радует глаза детей, которые приходят в детскую больницу. Мы помогали посадке сосен в детском, в Ленинском парке. Мы сегодня решили посадить 25 яблон на территории нашей школы, на территории и двора школьного, и на территории улицы. Год экологии начался с того, что мы высаживали сосны в Ленинском парке. Мы хотим, чтобы деревья, которые мы посадили, прибывались не только ученики и учителя школы номер 15, но и люди, которые проходят мимо нашей школы. 12 октября благоустроительные мероприятия продолжились. Сегодня мы здесь находимся в Пушкинском сквере. Каждый ученик, каждый родитель, когда идет в школу, практически каждый видит состояние вот этого сквера. В этот день на встречу с учениками пришла Щекляева Светлана Леонидовна, старший научный сотрудник Музея истории и культуры Среднего Прикамья. Она рассказала о том, как появился Пушкинский сад в Сарапуле, а также озвучила цель создания Пушкинского сквера. Именно его 12 октября благоустраивали ученики инженерного класса школы номер 15. Далее вас ждет прогноз погоды. Мы же прощаемся с вами до понедельника. Добрых вам дел и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok